Уважаемые друзья, здравствуйте! Сейчас у нас третья декада июля, и погода нас не балует. Отдельные дни очень жарко, но в основном дожди, дожди, дожди. В условиях средней полосы России, в центральной зоне, многие из вас выращивают у себя на огороде, в теплицах различные культуры. Ну, в основном томат, огурец. У большинства в огородах также растет как перец сладкий, так и перец острый. Сейчас период такой, что растение перца находится в фазе полного цветения и плодоношения, налива плодов, в фазе технической спелости. И буквально через некоторое время наступит фаза биологической спелости плодов. И что в этот период необходимо делать с растениями, какие агротехнические, фитосанитарные мероприятия проводить, чтобы сохранить растения здоровыми и получить качественный высокий урожай. В этот период самый опасный период в связи с тем, что наблюдаются очень резкие перепады температуры. Днем, особенно к солнечные дни, когда на улице 25-28 градусов, температура в теплице доходит до 35-40 градусов. А в ночное время резкое похолодание. В наших условиях, где мы испытываем наши перцы, температура отдельные дни доходит даже до 3-5 градусов в ночное время. Вот это резкие перепады температуры очень отрицательно влияет на развитие плодов перца, особенно на опыляемость. Сейчас мы вам расскажем на нашем опыте, что необходимо делать. Исключить невозможно, но минимизировать те отрицательные явления, отрицательные факторы окружающей среды, которые влияют на растения перца. Первое в это время необходимо делать. Это создать условия, когда необходимо снизить влажность воздуха в теплице. Рекомендуется иметь в пленочных теплицах козырек в верхней части теплицы, так как это связано с физикой, так скажем. Потому что в теплице идет постоянно испарение, как через листьев, так и из грунта. И этот пар обычно поднимается наверх. Если там закрыто, все это накапливается на пленке. И при понижении температуры эти капли, очень холодные, падают обратно на растения. И это является причиной возникновения многих заболеваний, особенно таких, как серая гниль, белая гниль. Поэтому первое, соблюдаем уровень влажности в теплице. За счет боковых и верхних окон снижаем влажность. Когда на улице очень дождливо, второй момент хотел бы отметить, необходимо регулировать также полив. В этот период необходимо снижать количество поливов. При частном поливе также накапливается и увеличивается влажность вокруг растений. Во многих научных журналах, книгах написано, что это на самом деле так. При поливе водой температурой 12-13 градусов наблюдается очень сильное опадание цветков и завязей. В то же время также установлено, что полив водой температурой 33-35 градусов увеличивает урожайность на 20%, чем при поливе водой при температуре 15-18 градусов. Так что вот эти, вроде мелочь, но в то же время все это моменты очень значительно влияют на завязываемость плодов, на налив плодов. Поэтому, если хотим поливать, лучше, конечно, воду набирать в ведро, оставить на улице при солнечной погоде. Вода греется достаточно и после этого поливать. И в жаркие дни, когда очень жарко, солнечно, полив лучше не проводить. Итак, влажность мы нормализуем по возможности. Второй момент. Необходимо, во-первых, удалять нижние листья растения в этот период уже, особенно старые листья. Листья старые удалять надо до первого разветвления. Вот до первого разветвления мы удаляем вот эти нижние листья. И таким образом также увеличиваем проток воздуха и снижаем влажность вокруг кроны растения. Кроме того, необходимо также обратить внимание, обычно при выращивании перца сладкого, так и перца острого, в условиях защищенного грунта средней полосы России, растения не формируют. И в этом нет смысла, так как в агитационный период в наших условиях очень короткий. Формируйте, не формируйте, на растениях будет формироваться 8-10, но если позволить погодные условия августа-сентября, 15 плодов максимум. Почему так? Дело в том, что биология культуры перца такова, что от цветения до формирования плодов в фазе технической спелости, в зависимости от сорта, агротехники, проходит около 25-30 суток. И от фазы технической спелости, вот у нас как раз вот эти плоды, это в фазе технической спелости. От этой фазы до биологической спелости, то есть когда плоды становятся красные, оранжевые, желтые, в зависимости от сорта, также проходит 25-30 суток. И так у нас получается, от цветения, завязывания плода до биологической спелости плодов происходит у нас в среднем 55-60, ну до 65 суток. Вот это необходимо учитывать, поэтому, если даже мы сейчас оставим большое количество цветков или ветвей на растения, конец июля, в любом случае, формирующиеся раньше бутоны, завязи, даже если они завязывать будут, они в лучшем случае будут доходить до фазы технической спелости. Поэтому первый момент, мы убираем с растения, ну в данном случае у нас уже на растениях формировано 6, 8, 10 плодов. Вот, например, мы видим, да, на этом уже растение, уже формировано 3, 6, 8, 9 плодов, еще будет формироваться, можно оставлять 3-4 плода, это будет вполне достаточно, чтобы получить нормальный урожай. Поэтому мы говорили, вот удаляем до первого разветвления все нижние листья, удаляем на растениях перцев вот такие побеги второго порядка, которые мы видим, на них нет ни бутонов, ни цветков, поэтому это отбирает у растений дополнительные органические вещества, поэтому их тоже удаляем. И таким образом мы вот так же можем видеть, вот она, пустые ветки второго порядка, тоже убираем, оставляем вот эти главные побеги, где есть у нас цветки, завязи, оставляем бутоны и удаляем верхнюю часть. Все, вот, и здесь также эту операцию проводим. Таким образом мы ограничиваем рост растений, потому что я уже говорил, на растениях уже формировано по 8-10 плодов, еще будет формироваться штуки 3, ну иногда 5 растений, это вполне приемлемый урожай перца сладкого в условиях защищенного грунта целебной полосы России. Это уже биология растений перца сладкого, она обычно, в зависимости от сорта, опять же, сладких сортов и группы спелости, на растениях формируется от 30 до 80 цветков, и обычно остаются на растениях всего лишь там 30-40% этих цветков. Остальные цветки опадают, это получается, что растения саморегулируют, количество бутонов, завидей, сколько он может обеспечить цветков бутонов питательными веществами, столько он и оставляет. Это такое явление практически во всех растениях, даже у яблони, груши и так далее. Мы всегда наблюдаем цветение обильное, если там тысячами штук, а на растениях остается буквально там процентов 10-15, ну 20%. Поэтому жалеть не стоит, потому что если даже вы будете оставлять верхнюю часть с бутонами, это все равно приведет к тому, что вы получите к концу сезона маленькие такие завязи и непригодные к потреблению тонкостенные плоды. В принципе, плоды перца сладкого употребляют как в фазе технической спелости, так и биологической спелости. Поэтому вот эти плоды уже готовы к потреблению, поэтому их уже можно начинать потихонечку использовать. Дело в том, что если мы оставляем плоды до полного биологической спелости на растении, тогда урожай снижается на 20-30%. Поэтому мы регулярно можем убирать эти плоды нижние и, естественно, оставляя некоторые плоды, чтобы они созрели до биологической спелости. Или наоборот делаем. Оставляем нижние плоды, чтобы они дошли до биологической спелости, а верхние плоды, которые требуются больше времени до фазы биологической спелости, их можем потреблять в фазе технической спелости, оставляя на каждом растении 4-5 плодов, чтобы они дошли до биологической спелости. Но это уже по желанию, как вы хотите. Есть несколько причин, когда появляется вершинный гнил плодов перца. Это нерегулярный полив, это избыток азота, резкие перепады ночных медных температур и нехватка кальция. Это особенно наблюдается, когда избыток азота. Избыток азота не дает использовать элемент кальции, и на растениях проявляется вот эта болезнь. Поэтому этот процесс также можно регулировать. Регулярный полив, оптимальная подкормка растений. И, естественно, при необходимости можно провести внекорневую подкормку по листьям с удобрениями, которые содержат кальций. И в этот период, 3 декабря июля, в зависимости от состояния растений, здесь можно заметить, что и окраска листьев, окраска плодов, рост растений показывает, какие элементы, макро- или микроэлементы, не хватает растениям. И в зависимости от этого можно проводить подкормку. Но в любом случае, в связи с тем, что на растениях формируется достаточно большое количество плодов, цветков, бутонов, до этой фазы развития мы уже, конечно, проводили подкормки. Первый раз, когда высаживали растения на постоянное место, второй раз перед цветением, и третий раз, вот как раз необходимо проводить подкормку, потому что плоды, которые находятся в фазе технической спелости, они сейчас переходят в фазу биологической спелости, то есть они начинают созрывать. Поэтому в этот период также рекомендуется использовать подкормку с комплексными минеральными удобрениями. Их достаточно много. Оптимальным соотношением азота, фосфора, калия и различных микроэлементов. В этой фазе растениям необходимо в очень минимальном объеме азот, но больше всего требуется калий и фосфор. Комплексные минеральные удобрения также отличаются по соотношению этих макроэлементов, и поэтому 25-30 грамм на 10 литров воды и поливаем растения под корень. В принципе, мы можем заметить, что растения растут, цветут, прекрасно завязывают и надеемся на хороший урожай. Уважаемые друзья, абсолютно те же самые мероприятия, как агротехнические, как защитные, так и фитосанитарные мероприятия проводим мы при выращивании сортов перца острова. Сорта перца острова также отличаются как по высоте растений, среди них высокорослые, карликовые, есть разной формой плодов. Вот эти разные формы, высота абсолютно не влияет на определенные мероприятия. При необходимости, особенно у высокорослых растений, если есть перца, мы делаем подвязку к шпалере и круговой подвязке, чтобы вот эти побеги под тяжести плодов не переломались. Есть декоративные формы, которые на растении формируются 120, иногда 150 плодов, разные окраски, разные формы. Вот в этот период требуется то же самое. Удаление нижних листьев, удаление бесплодных побегов, подкормка, при необходимости опрыскивания, использование для опрыскивания химикатов, и бордовская жидкость, и хом, и фундазол, скор, гомаир и так далее. Таких препаратов много, в принципе, можно всегда найти информацию и использовать вот эти препараты. При соблюдении всех агротехнических мероприятий и условий выращивания, в теплице обычно не проявляются вредители, особенно если вы вокруг теплицы держите все в чистоте, убираете сорняки вовремя, проводите химические обработки и так далее. Но, тем не менее, иногда бывает, что и в теплице проявляется, это тля, это клещ, трипс, белокрылка. Но тут уже также необходимо, если они появились, сразу провести необходимую химическую обработку против этих вредителей. В принципе, сейчас очень много различных препаратов, которые относятся к безопасной группе, их можно применить. Но это обычно бывает явление в начале июля, потому что это время совпадает как раз с размножением этих вредителей, и поэтому в это время необходимо постоянно провести мониторинг. Если появляются какие-то очаги, и срочно провести необходимые мероприятия, потому что при распространении этими вредителями довольно сложно бороться. Кроме всего, эти вредители являются переносчиками различных вирусных заболеваний, которые, в принципе, невозможно бороться, эти растения только требуются удалять и утилизировать. Итак, уважаемые друзья, профилактика, создание оптимальных условий, температуры, влажности, полива, подкормки, борьба с вредителями болезнями, и вы гарантированно будете хорошим, вкусным, качественным урожаем перца сладкого, перца острого в ваших теплицах. И вы можете использовать эти плоды как в свежем виде, так и в переработанном виде. Кроме того, плоды также можно и замораживать, мариновать, консервировать, приготовить из них порошок, различные соусы, пасты и так далее. И в связи с тем, что перец как культура как таковая, как сладкий, так острый, они являются поливитаминными продуктами. В них накапливается огромное количество различных биологически активных компонентов, макро-микроэлементов, флавоноидов, витаминов, антиоксидантов, в частности, каротиноиды, капсантин, капсорубин. В острых перцах накапливается капсайцин, что очень полезно для оздоровления организма, для повышения иммунитета, для хорошего настроения. Уважаемые друзья, подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие фильмы. Удачного вам урожая, уважаемые друзья! Субтитры сделал DimaTorzok